девочки я приветствую вас на мастер-классе по вязанию кардигана с калькулятором и в этом уроке мы с вами свяжем полочку напоминаю что в уроках я показываю этапы вязания изделия все тонкости и сложные моменты а расчет вам сделает калькулятор всего несколько кликов и все вопросы о том сколько петель набирать отпадут сами собой ссылка на калькулятор в описании под этим видео имейте ввиду что калькулятор умеет делать расчет на любой размер и под любую пряжу то вы можете связать точно такое же изделие как у меня а можете поиграть с калькулятором создать свои параметры и связать кардиган о котором давно мечтали и так девочки переходим ко второй части нашего марлезонского балета первая часть у нас закончилась тем что мы связали спинку установили маркеры вывязали вырез горловины да вот он видите его прям видно хороший такой вырез и сделали вывязали точно так же поворотными рядами плечевой скос так в этой части мы будем вязать полочки ну как вы видите 1 у меня уже готова полочка вяжутся они и право и левая полочка одинаково только в зеркальном отражении да то есть мы одинаково у левой и правой полочки свяжем резинку перейдем на вязание лицевой глади до самого полотна полочки дальше в определенном месте мы начнем делать убавки также поставим маркер в том ряду в котором у нас начнется пройма до для того чтобы нам тут не потеряться вот и вывяжем плечевой скос сколько делать прибавок убавок все это вам посчитает калькулятор который вы найдете под этим видео но все тонкости вязания я вам сейчас покажу в процессе нашего мастер-класса и я снова беру спицы номер семь для того чтобы связать резинку в резинке у меня нет пайеток поэтому резинку я считала отдельно плотность вязания и все расчеты делаются по тому образцу который связан на спицах номер семь то есть сколько петель петель набирать как всегда вы любите задавать вопросы да сколько вешать в граммах это вам посчитает калькулятор что такое калькулятор это файл в excel формате его вы сможете приобрести на моем сайте переходите по ссылочке внизу под этим видео и будет у вас такой калькулятор но имейте ввиду что по этому калькулятору вы свяжете не только данное изделие то есть вы сможете связать из любых не так из любой толщины не так любой толщиной спиц то изделие которое вы захотите единственное что форма будет кардиган по этому калькулятор вы не сможете например связать свитер регланом в этой версии кардигана планка вяжется отдельно то есть набираются петли по краю полочек и по спинке по вырезу горловины да и вяжется планка после того как связано уже все изделие пройма в этом изделии прямая то есть какой ширины рукавчик связать какой ширины изделия связать вы все сможете задать в этом калькуляторе то есть вам просчитается тот размер то ширина допустим свободное облигание либо оверсайз вы хотите все в этом калькуляторе вы сможете просчитать и так я набрала необходимое количество петель которое мне посчитал калькулятор и начинаю вязать резинку один на один и я надеюсь что резинку один на один вы силите самостоятельно то есть сейчас вот все петли мы распределяем поочередно на лицевые изнаночные для того чтобы провязать необходимую высоту резинки ряды калькуляторе также просчитаны на каждом из этапов то есть вам остается всего лишь взять счетчик рядов в руки кстати вот у меня в полочке было сто шесть рядов скидываю калькулятор на 0 и вот сейчас вижу первый ряд отвечаю его все считаю заново итак необходимое количество рядов резинки провязано далее я меняю спицы на тот размер которым я вижу лицевую гладь это у меня восьмой номер и добавляю сюда нить с пайетками все дальше вяжу лицевой гладью счетчик скидываю на ноль первый ряд отметили вяжем и так вяжем лицевую гладь до того ряда в котором нужно будет начинать делать убавки если вы задумаете достаточно широкую пройму то возможно первым будет тот ряд в котором надо будет повесить маркер в общем все это считает калькулятор и также переход от резинки к лицевой глади у меня плотность разная поэтому для того чтобы резинка сильно не стягивала полотно мне надо чтобы они были на одном уровне здесь я буду делать убавки убавки также будут рассчитаны так я здесь убавляю вот таким образом провязываю по 2 петли необходимое количество раз считаю петельки то есть мне сейчас нужно сократить по моему 10 петелек надо посмотреть проверить все дальше я вижу спицы номер восемь семерочку убираю продолжаю вязать лицевую гладь так отмечаю второй ряд вижу у меня сначала начнутся убавки потом главное не забыть в том ряду в котором будет начинаться пройма повешать маркер все вяжем лицевую гладь лицевую с лицевой стороны лицевые петли изнаночных рядах изнаночные петли здесь все просто больше объяснять нечего встречаемся в ряду с убавками и я покажу как делаю убавки я также покажу как делать убавки например на правой полочке и на левой полочке итак смотрите я перещелкиваю следующий ряд у меня на счетчике 59 и вижу что калькулятор мне написал в 59 ряду начать делать убавки для полочки то есть вот как раз я сейчас буду вязать 59 ряд и буду делать убавки в чем здесь суть смотрите нас с вами нужно связать с две полочки которые будут зеркальный так ведь то есть одна полочка правая у меня уже связано как вы видите здесь я прибавки делала в начале ряда и с наклоном влево сейчас я провяжу весь 59 ряд свой у вас это будет однозначно другой ряд и вот здесь в конце ряда будут делать убавки но уже с наклоном вправо для того чтобы у нас получился одинаковый рисунок с обеих сторон мы должны делать зеркальные убавки здесь сюда тут туда либо наоборот если вам так нравится то есть сейчас смотрите я вам покажу как я делала убавки влево в начале ряда потом распущу эти петельки дойду до конца ряда и покажу как делать убавки с наклоном справа так чтобы у вас сразу же было понятие как вяжется правая полочка как вяжется левая полочка и так для того чтобы связать правую полочку я использовала вот такие убавки это у меня кромочная петля я ее снимаю следующую петлю я провязывала третью петлю снимала четвертую провязывала и третью перекидывала через четвертую вот таким образом я делала убавки для правой полочки да то есть убавки с наклоном влево которые у меня были в начале ряда сделано то есть вот отсюда линия горловины да вот этот v-образный вырез будет у меня уходить в сторону плеча все эти я петельки сейчас распущу провяжу просто лицевыми так как мне нужно делать я вижу левую полочку и убавки мне нужно делать в конце ряда сейчас покажу как убавки делаются с наклоном вправо чтобы линия вот этого v-образного выреза уходила у нас в правую сторону итак итак смотрите вот 4 петли я не довязываю до конца ряда делаю убавку справа то есть с наклоном вправо я сразу здесь провязываю две петли с наклоном вправо главное здесь смотреть что в убавках с наклоном вправо что в убавках с наклоном вправо главное здесь надо следить за тем чтобы ваши петельки не перекручивались смотрите если вы заметили мои петли стоят вперед правой стенкой то есть для того чтобы петли не перекручивались надо провязывать за правую стенку если вы вяжете бабушкиными петлями вдруг ваши петельки стоят вот так и правая стенка у вас расположена сзади то есть если я сейчас так как вам показала провяжу эти петли посмотрите вот прям сразу видно до петли перекрутились которые мы провязываем то есть я даже довязывать их не буду для того чтобы петли не перекручивались бабушкины петли в этом случае вам нужно перевернуть и тогда у вас получится красивая бабочка петли не перекручиваются и будет все хорошо но и последние две петли я просто провязываю дальше вяжем изнаночный ряд и в каждом втором ряду делаем прибавку то есть у меня все прибавки приходились на лицевой ряд давайте посмотрим на линию v-образного выреза то есть вот это вот уже у меня плечо да и здесь вот идет вот такая сначала ну где-то под углом 45 плюс минус градусов линия да и потом я уже вязала дальше без убавок то есть то количество убавок которые мне было нужно сократить я сделала в каждом втором ряду и все остальные ряды я провязывала просто тут без изменений если вы хотите чтобы ваша линия была более пологая то тогда просто разрядите эти у бабочки то есть например делайте в каждом втором ряду потом в каждом третьем каждом втором каждом третьем либо в каждом третьем ряду тогда ваша линия пойдет более вертикально и вот здесь вот такого вот углубление такого выреза у вас не получится то есть будет все ровненько то есть как это сделать посмотрите какое количество убавок вам нужно сделать и то количество рядов которое вам еще необходимо провязать до конца вот это количество рядов делим на количество убавок и вы получите ту цифру в каком по счету ряду вам необходимо делать убавки то есть например если получилась цифра 3 делайте убавки в каждом третьем ряду все теперь я продолжаю вязание своей полочки дальше как только у меня останется количество петель равное плечевому скосу на спинке то есть калькулятор посчитает однозначно вы тоже это должны знать количество петель у каждого плечевого скоса должно быть одинаково и на спинке и на полочках то есть как только у меня останется то количество петель которое необходимо до который у меня было на спинке я начинаю вязать просто поворотными рядами без каких-либо убавок и когда я провяжу высоту проймы то количество рядов которые у меня просчитано я далее перехожу на вывязывание плечевого скоса но я остановлюсь и покажу вам как тут провязать эти ряды итак девочки вот мои убавки формируются как вы видите да и у меня как раз на счетчике тот ряд когда нужно поставить маркер для начала проймы то есть все я вот тут вешаю маркер для того чтобы мне потом было удобно начать сшивать боковые швы и не высчитывать где в каком ряду начинается пройма опять же чтобы ничего потом не перекосилась все сейчас вижу дальше там кстати по калькулятору отдельно посчитаны ряды до начала проймы отдельно ряды самой проймы вот я поняла что в полочке мне удобнее их было сложить вместе и вот общее количество рядов я буду считать на счетчике то есть я не скидываю сейчас счетчик на 0 и не начинаю снова первый же ряд потому что я тут считаю еще убавки которые я делала в общем смотрите как вам удобно так и считайте итак у меня провязаны на данный момент то количество рядов которое необходимо до проем стоит там маркер да мы с вами ставили устанавливали один где он где он где он где вот он да дальше я провязала высоту проймы сделала все убавки по линии горловины по в образному вырезу и теперь мне необходимо в последних рядах выполнить скос плеча то есть вот у нас линия горловины да то есть здесь у нас шея тут у нас пройма значит скос плеча должен быть вот в таком виде и значит со стороны проймы я буду не довязывать то количество петель которые мне посчитал калькулятор и так сейчас я провязала лицевой ряд в изнаночном ряду я возвращаюсь в сторону проймы и в этом ряду не довяжу свои 4 петли на то с чем чем тоньше пряжа тем больше количество рядов вот на этот разворот у вас будет и тем больше количество петель надо будет скорее всего оставлять так что у нас тут еще одну петлю провязываю 4 петли оставила разворачиваю вязание здесь я делаю разворотную петлю перетягиваю петельку который у меня на спице рабочей нитью вперед чтобы появился узелок крепко держу рабочий нить и вижу в обратном направлении дом до горловины так изнаночный ряд разворачиваю вязание в этом ряду я должна снова не до вязать 4 петли до той петли которую сейчас только что сделала разворотной петлей то есть смотрим где у нас разворотная петля вот она так раз ее считаем раз два три четыре все еще две петли мне осталось провязать 1 и 2 снова поворачиваю вязание снимаю эту петлю делаю разворотную и возвращаюсь к линии горловины так и еще один я то есть мне по калькулятору нужно развернуться три раза 1 2 так кстати надо посмотреть и у нас тут раз два три четыре как раз то есть вот эти три петли я провязываю сейчас в обратную сторону перетягиваю поворотную петлю и вяжу вот этот вот краешек все у нас получилось вот даже на спицы здесь заметно до что скос плеча получился теперь вот эти поворотные петли нужно закрыть следующему риту я провязываю этот ряд до линии проймы и это у меня будет завершающий ряд полочки и так это простая петля провязываю изнаночной это у нас поворотная петля то есть вот он этот узелок и вот изнаночный я провязываю так самое главное чтобы петли не перекрутились во первых во вторых надо их провязать за правую стенку и в третьих чтобы обе ножки этой петли у нас были так попали на спицу до следующей разворотной петли продвигаемся вот она разворотная петля видите как я ниточку сюда накинула здесь зашла вот они две ножки есть и с этой стороны на спицы две ножки то есть я попала в центр петли вот сейчас я провязываю ее и тогда у нас с этой стороны все просто идеально все осталось мне пройти последнюю третью разворотную петлю это еще простая петля а вот она разворотная видим тут узелок да точно так же я ее провязываю и снова на ночной все ряд завершили полочка у нас закончена следующим этапом нам нужно сшить петли плечевых скосов этот урок подошел концу а в следующем уроке вы узнаете как выполнить красивый плечевой шов все уроки для вашего удобства я собрала в telegram канале ссылочку оставлю под этим видео переходите вступайте и когда вы в очередной раз захотите связать себе новый кардиган вы откроете этот канал и все уроки будут ждать вас там с вами была юля и мой факультет рукоделия пока пока